Доброго времени суток всем тем кто присоединился к просмотру данного прохождения у нас продолжается карьера за ресивера, за ТиДжей и Криволапа и на повестке дня у нас сегодня игра против Детройта Львов из Детройта если быть более точными мы играем свою первую игру дома у нас сегодня задача на этот на эту игру сделать один тачдаун вот такая задача на сегодня но игру будет начинать у нас Детройт Теу Ридик Лагарет Блант минус 2 ярда он убирает в предыдущей серии пока у нас идет атака Детройта в предыдущей серии у нас была игра против Миннесоты Вайкингс к сожалению в которой Джимми Гарополо очень хорошо начал и очень плохо закончил совершил два перехвата точнее отдал две передачи на два перехвата один из этих перехватов состоялся пиксиксом пиксикс кто не знает это когда ты делаешь перехват и тут же убегаешь за четку пробегая без единого захвата вот так у нас возврат сегодня мы играем в колор рэш форме ну такое нормально ладно сейчас 10 ярда всего лишь смогли вернуть ну ладно ничего страшного сейчас мы будем атаковать так вот Джимми Гарополо очень плохо завершил игру в итоге мы ее проиграли проиграли со счетом 10-16 у нас была в конце возможность сыграть более удачливо но к сожалению Джимми нас подвел и совершил абсолютно ненужный перехват очередной мы потеряли в конце игры мяч и уже Миннесота нам его не отдала ну что ж надеюсь что в этой игре мы сегодня сыграем намного лучше криво лап брейда и не успел почитать еще остальных но не судьба на самом деле давайте плей экшен попробуем 2 10 первая попытка была неудачная в исполнении ну вот вместо выкидыша этого мяча мог бы отдать его нам 3 10 3 10 мы в очередной раз затруднительной ситуации нам нужно набрать 10 ярдов это плохая неплохо неплохо на приеме есть первый даун ну давайте еще раз попробуем эту же комбинашку раз она у нас более-менее вышла сейчас может быть что-то получится еще что-то 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 ну а блин Три ярда надо всего набрать. Сиграем скат, такой вот недотелевый комбинашку, чтобы набрать как можно. Ну, мы вроде... Нет. Это, к сожалению, очень плохая игра. Ладно. Три-четыре. Три-четыре. И мы попробуем сейчас сыграть А-формэшн. Попробуем сейчас убежать, наверное, попробуем. Не знаю, насколько это получится. Отлично! Было разыграно. И Китл на тачдаун убегает. Вот Джимми Гаропова выбрал правильный таргет сейчас. Мы с Китлом разменялись, сделали такое перекрещивание. И в итоге он остался абсолютно один. И вот такая вот ерунденька вышла. Тачдаун. Под названием тачдаун. Ладно, посмотрим, что Детройт нам преподнесет теперь в своей атаке. Инкомплит, Мэтью Ставфорд. Марвин Джоанс. Неудачно, видимо. Неудачно, Детройт. 4.7. У них была 4.7. И они решили сделать пант. Неудачно, Детройт развил свою атаку. Сан-Франциско на своем поле пока выглядит очень, очень добротненько так. Ох, какой... Ох. Ну, это очень плохо. Очень плохо. Ну ладно, 8 ярдов. Лучше, чем 0. Так, эм... С плей-экшена начнем, попробуем. Ну, Пьер Гарсон дропает передачку, к сожалению. 16 ярдов в среднем инсайд-кросс набирает у нас. Это очень хорошая, видимо, комбинашка для нас. Попробуем. Мы сейчас попробуем изменить... Ну, нет. К сожалению, нам не удалось убежать от защитника. 3.6, и нам нужно срочно что-то предпринять. Давайте, ага, и спейсинг, попробуем. Сейчас нам надо всего 6 ярдов набрать. Возможно, сейчас эту нам удастся сделать. Неудачный старт. Есть прием от целиком. Келика, селик, целик. Хуй, знает, как его называть. Первый даун есть. Вы знаете, задача сегодня у Криволапы сделать тачдаун. Ну, боже, еще и фамбл. Ну, вроде наши подбирают. Мяч остается у Софранциском. Но Джимми там запутался. Не знал, кому отдать. Ох, ну, попытался Джимми выловить эту передачку. Не достал. 3.22, последняя попытка. Ну, и нам ничего не остается, как сыграть что-то... Что-то сыграть подобное. Давайте вот еще попробуем. Плей-экшн, драфшот. Прошлый раз на тачдаун Китл убежал. На тачдаун-то, конечно, он вряд ли сейчас убежит, но... Попробовать сыграть... В очередной раз эту комбинацию можно. И, может быть, уже на этот раз... Ах, ну, это Джимми Гароппола. Поздоровайтесь. Очередной перехват. Дэриус Слай оформляет очередной перехват. Ну, обидненько. Лагарет Блант минус 3 ярда. 3.5. Ну, я так понимаю, это... Три очка, да. Детроид три очка забирает. Ладно. У меня маршрут Криволапу. Есть! Нет ловли от Криволапы. В очередной раз не хватает нам Аверала. Ну, блин, ну, это печально на самом деле. Такое ловить должен. Такое ловить мы должны. Но, к сожалению, как видите, Криволапу не получается. Выдержать мячик в руках. И вот дропает, дропает он подобные вещи. Ну, вот. Пьер Гарсон не дропнул. Пьер Гарсон сделал первый даун. Джимми Гаропула наконец-то почувствовал вкус. Почувствовал вкус нормальных передач. Ну, давайте... Блин, нам одни плей-экшены предлагают. Ну, давайте плей-экшены, раз предлагают, значит, есть в этом что-то. Ах, ну, сложно было. Ну, там некому было давать Джимми. Он очень долго ждал. И в итоге мне пришлось уже попросить у него передачу. Но, блин, попытка не пытка. Ладно, 2.10 в принципе. Я понимаю, когда мало попыток. Но первая попытка всегда... Почему нет? Почему нет? Попытались, не получилось. Ладно. Ну, вот здесь-то что не так? О, боже мой. Блин, я... Ну... Чтобы выбрать-то нам такого. Нам надо всего 10 ярдов набрать. Но это последняя попытка. Есть прием! Ох, 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 отлично! Спал-спал криволапый, проснулся. Наконец-то первый даун. Очень важный первый даун оформляется. Ну, и даже немножко на ногах устоял. Вон, еще 2 ярда и набрал лишних. Отлично! Отлично! Ох, ну ладно, нормально. Очень нормально. Практически тэчдаун. Отлично. Но там, на самом деле, мы тоже очень хорошо открывались. И, в принципе, могли на тэчдаун убегать. Попробуем. Не знаю, что из этого получится. Есть тэчдаун от... Нет! А, да, тэчдаун. Я думал, он выронил... Я думал, он дробнул передачку. Нет, это тэчдаун от Гудвина. Отлично. Сам Франциско пока что там выходит далеко вперед. Посмотрим, с чем это закончится в итоге. Посмотрим, с чем это закончится в итоге. Но пока Детройт. Пока Детройт нацелен на атаку. И... 5% Кенни Голодей. Ой, 5% 5 ярдов. Люк Уилсон 22 ярда набирает. Ну, инкомплит от Мэтью Стаффорда. Это уже не в новинку для нас. Еще один инкомплит от Мэтью Стаффорда. И последняя попытка. 27 ярдов Кенни Голодей. Изи. Так, ладно. Вот вам и тэчдаун от Детройта. Тэчдаун от Детройта. Гудвина, прием есть первый даун. Отлично. Отлично. Ну, неплохо. Ладно, Макинон. Воу! Что творит Макинон? Троих просто только что дропнул. Троих просто растолкал. И сделал первый даун. Блин, а будет повтор этого момента? Это очень интересно было сейчас. Я бы посмотрел на это. Ну, нет, повтора не будет, к сожалению. Плей-экшен, камбэк. Ну, на самом деле, может зайти и обычный забег. Ну, очередной дроп. Не получается у Криволаба пока такое вылавливать. Очень сложно ему. Пока что это очень сложно для него. Ладно, давайте сыграем обычный плей-экшен камбэк. Мы сейчас не будем убегать, а попробуем именно сделать так, как все положено. Ну, точнее, не будем менять маршрут. А, нам даже вот такую передачку отдали. Мы не успели выполнить плей-экшен камбэк, как нам уже Джимми решил вернуть пас. Неплохо. Ладно, есть набранные ярды. Есть первый даун. Криволаб на приеме был только что. Сложно. Очень сложно. Ладно, попытка не пытка. 3.15. Так, а есть, давайте. Ну, что вот сейчас Джимми Гарополо сделал? Ну, что это такое? Боже мой, Джимми Гарополо. Что с тобой не так? Зачем отдавать эти передачи в перехват? Абсолютно ненужные. Инкомплит очередной от Мэтью Стаффорда. И вот так вот, да, заканчивается атака Детройта. Очень неважно. Они распорядились ей. Очень неважно. Плохо. Плохо на возврате. Ну, ладно. Против своего оппонента у меня, видите, плюс два к скорости. Я чуть быстрее него. Но это плюс два, на самом деле, не очень многое дает. Воу, что творит Китл? Ну, убежит на тачдаун, нет? Должен на тачдаун. Да, этот Китл. Блин, очень мощный Тейден какой-то у Сан-Франциско. Уже второй тачдаун оформляет. Прям такой вот именно. Очень крутой тачдаун именно. Ладно, 21-10. Сан-Франциско пока лидирует. Ну, обидно, конечно, что пока что нашими усилиями особо-то и... И нет ничего... Ну, мы, к сожалению, ничего не... Никак не помогаем команде. Ну, то есть нет тачдаунов. Ну, есть, конечно, немного неплохие кетчи, какие-то мы там вылавливаем, первые дауны делаем. Но, блин... Но это все такое, на самом деле. Это как вода. То есть, ну, это не главное лицо команды пока что. А хотелось бы быть именно главным лицом команды. Так, а что у нас? А, все, у нас закончилась вторая четверть. Я даже внимания не обратил. И мы начинаем третью четверть с атаки в Сан-Франциско. Ну, посмотрим. Да, боже ж мой, да почему же так плохо-то? Ах, ладно. Ух, сложно. Сложно пока не будет. У Криволапа передачки. Криволапа оправдывает свою фамилию. Ну, там, правда, конечно, сложно это все. Слышно то пошло. Если уж надо пошло, как бы сложно, да. Потому что оверал маленький, да и трое на мне висят. Но, блин, ну... Ах, не знаю. Хотелось бы все-таки, чтобы... Хотелось бы все-таки иногда вылавливать это и показывать мастерство, так сказать, интересно. Ладно, вот посмотрим, что сейчас получится у нас. Ничего не получается. У нас Китл вновь набирает первый даун. Очень важный первый даун. Мы попробуем дабл пост. Либо мы, либо Гарсон. Но главной целью являемся мы. Есть. Ну, отлично. Ладно, первый даун. Попробуем дабл сланц. В прошлый раз Джимми Гаропула очень заботился в этих сланцах и отдал передачу на перехват. Посмотрим, что будет сейчас. Ну, сейчас вроде Гудвин даже первый даун набирает. Ну, Китл первый даун. Очередной Джордж Китл. Вот тогда вот этого парня, вот тогда вот этого героя. А мы сыграем The Slans. Есть тачдаун от нашего Криволапа. Есть выполненная задачка. Замечательно. Отлично. Потанцую. Джимми Гаропула увидел открытого Криволапа, который воспользовался кривой зоной в защите у Детройта. Это был не Ментумен, это была зона. Мы увидели, что защитники стоят в зональных позициях. И остановились в пустом пространстве, где зоны пересекаются. И защитников нигде не было. Тачдаун. Сан-Франциско выходит очень далеко вперед. 28-10. И Детройт сейчас вот намерен попытаться сравнять счет. Ну, пока что, конечно, только сократить его, а потом уже сравнять. Но вот Детройт очень близок. Уже в ротзоне. Теоридик. 14 ярдов. И это, по ходу дела, сейчас будет с тачдаун. Да, инкомплит от Матти Стаффорда. Последняя попытка. И нет, это пока не... А, да, все, это тачдаун. Тачдаун был оформлен. 17-28. Две минуты до конца третьей четверти. Ладно. Ну, тут же сэк. Тут же сэк. Нет, дождите, 2.17. Давайте вот такую сыграем. Воу, воу, воу. Жимми горо, полно. Так, 3.19. Последняя попытка. И нам нужно что-то срочно предпринимать. Ну, блин, почему Гарсона выбрал как таргет? Не знаю, на самом деле. Но это 4... 4 ярда не хватает еще до первого дауна. Шалко. Детройт имеет все шансы на то, чтобы сейчас до минимума сократить отрыв к началу четвертой четверти. Так, все, четвертая четверт началась. И Детройт имеет первый даун. Кенни Голодей. Боже мой, как разрывают линию защиты сейчас Детройт. Просто уничтожает. Мэтью Стаффорд просто уничтожает своими пасами. Логаретт Блант. Минус 3 ярда. Это 2.13. 5 ярдов Теоридик. И последняя попытка. Это инкомплит от Мэтью Стаффорда. И всего лишь 3 очка сейчас будет Детройт брать. Да, 8 очков у нас преимущество. 6 минут до конца игры. И нам нужно сейчас сыграть, наверное, что-то на нас. Попробуем убежать. У нас было время на отдых. Может быть, получится. Нет. Да, блин. Ну, я, конечно, по маршруту сейчас не побежу. Блин. Я сейчас, конечно, изменил свой маршрут в момент. Но на самом деле это вышло практически случайно. Потому что у меня просто палец за... Короче, не смог я развернуть свой палец. И вот так вот вышло то, что вышло. И уже когда увидел, что бегу туда в пустую зону, ну, да, он туда уже пас отдал. Там я попросил у него. Боже мой. Гаропула. Что это? Ладно. 3.10. Последняя попытка. Нам нужно набрать 10 ярдов. Джимми, не забывай об этом. Есть прием. И мы есть... И мы есть комплит. Отлично. Первый даун. Ти-Джей Криволап спасает ситуацию, в которую сам же поставил команду Сан-Франциско своим первым неудачным забегом. Не важно, если они скатили или они думали, что он будет получать. Он будет получать его палец. Он будет получать его путь в открытую. Есть прием. Есть очередной передаун. Блин, немножко, конечно, не то нажал, но ладно, нормально. Ти-Джей Криволап. 6 приемов, 120 ярдов. Очень хороший показатель. Но всего один тачдаун. Хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше тачдаунов. Нормально. Мы помогли сейчас. И Керк, Кельк, Цельк, Сулек, блядь, не знаю, как его зовут. В общем, хороший блок мы поставили. Целик, да. Ну и Целик берет тачдаун. Вот, мы помешали. Правда, там, конечно, 23-го было бы сподручнее остановить. Ну, в принципе, ладно. Тачдаун есть тачдаун. И Сан-Франциско, видимо, зарабатывает свою первую победу в сезоне. Не без усилий. Не без усилий. Ти-Джея Криволапа. Так, ну что у нас тут? 2.20, 2.12, 3.17, 4.13. И, о, боже мой. Вот так вот, да, Детройт не сдается. Тачдаун от Марина Джонса. 26.34 и 27.34 в итоге. Две минуты у нас есть еще. И мы давайте исполним Middle Slants исполним, думается, лучше. Ну ладно, Slants так Slants. Сек. Ладно. Да что ты будешь делать? Смотрите, что творит Детройт. У Детройта так-то есть в теории шансы, на самом деле. Но, блин. Если они сейчас защищаются и сделают тачдаун, вот вам и шансы. Ладно. Ладно. Есть прием. Отлично. Ди-Джей Криволап только что в очередной раз воспользовался зональной защитой Детройта и оформил первый даун, что очень сильно поможет Детройту в будущем. О, Детройту, Сан-Франциско. Оговорчика. Надеюсь, не по Фрейду. Я не знаю, есть? Нет, это инкомплит. Это инкомплит. Я думаю, есть прием. Нет приема, к сожалению. Так, ну еще минуту. Еще минута. На, есть. Китл, фамбол. О, боже мой. Вот это очень опасно, на самом деле. Если сейчас Детройт сделают тачдаун, это будет ячейка. А у них есть целая минута на это дело, на самом деле. И все может быть. Все может быть. Смотрим. Люк Уилсон 7 ярдов. 13 ярдов. Люк Уилсон 40 секунд. Рубен Фостер прерывает передачу. 2-10. 10 ярдов от Уилсона. 17 секунд. И 12 ярдов от Мэл. О, боже мой. Пас дроп этот голодей. 2 секунды. Ну, видимо, все. Игра закончена. К сожалению, для Детройта. Такой вот очень хороший проход в концовке не увенчался успехом. И, к счастью для Сан-Франциско, это их первая победа. Ну, вот то, что Китл, конечно, сделал фамбол в концовке, блин, на самом деле, это печально. Так, вот такое, все хорошее впечатление о себе, которое он сложил за несколько там, да, приемов, за несколько игр, за несколько тачдаунов. Он все о себе только что просто мог похоронить, на самом деле, все эти преимущественные воспоминания хорошие. Одним лишь фамбл, который мог привести к поражению в этой игре. Ну, нет. Детройт проиграл. 532 ярда набирает Джимми Гарополо. 5 тачдаунов оформляет Джимми Гарополо. Из них один сделал Ти-Джей Криволап. 7 приемов у нас, 153 ярда. Вот так вот. И Мэтью Ставфорд, несмотря на то, что много инкомплитов, но у него такой же процент практически, как и у Джимми. 366 ярдов и всего лишь 2 тачдауна. Вот так вот. Вот такая вот вторая официальная игра у нас получилась. Довольно интересная. В концовке было... Можно было понервничать немножечко даже. Но вроде все обошлось. И это первая победа. Первая победа за Франциско. Первая победа Ти-Джей Криволапа в целом. И мы перемещаемся на следующую неделю. Но играть в следующую игру с Kansas City Chiefs мы уже будем в следующей серии. А поэтому подписывайтесь на канал. Ожидайте эту серию. Ставьте лайки. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...